Грузовые краны, экскаваторы, автовышки, аварийно-ремонтная машина, экраново-манипуляторная установка. Таким перечнем новой техники пополнился парк предприятия Крым Теплокоммун Энерго. Мы очень долго ждали появления этих машин. Теперь, по воле Всевышнего, будем работать с удовольствием. Мимит Сулейманов с удовольствием рассматривает нового железного помощника. За рулем бывшего автокрана он проработал 18 лет. Рассказывает, машины 70-х, 80-х годов ломались часто, да и запчасти для них уже не находили. Эта машина оснащена всем, о чем только можно мечтать. И даже система навигации есть. Теперь будем читать инструкции и учиться работать на новой технике. Автомобиль аварийной технической службы – новинка предприятия. Он оснащен гидравлической маслостанцией, генераторами как для сварочных работ, так и для подачи энергии в случае аварийно-осветительных остановок. Вся техника безопасная для жизни работников. В маслостанции мы можем спокойно откачивать воду из колодцев, из лотков, из камер. Также мы можем использовать нашу асфальтобетонорез 400 для резки бетона, асфальта для производства аварийных ремонтных работ. Мы не можем работать электричеством, в колодцах, в тепловых камерах, потому что это очень опасно для жизни наших рабочих. Для этого мы и привезли такой, можно сказать, экспериментальный вариант. То есть это впервые у вас такое не было раньше? Впервые. Такого у нас не было. Насколько нуждались? Очень, очень сильно нуждались. И я надеюсь, мы сможем намного функциональнее использовать свое оборудование сейчас и намного быстрее устранять аварийные ситуации. Появлению нового трактора радуется и Валерий Михайлович. Как вам новая техника? Бомба. Как мы раньше работали, начинали. У нас тут такой техники не было. Это просто фантастика. 38 лет Валерий проработал в сфере теплокоммунэнерго. Говорит, даже не верил, что когда-то будет управлять такой многофункциональной машиной. Настоящего находа три в одном. Это только мечтать можно такой. Этот трактор, у него получается, он не универсальный, у него погрузчик впереди, он может все. У него выдвигается стрела, у него сцепляется гидромолот, сцепляется смена оборудования легко очень. И у него все усовершенствовало. У него гидравлическая коробка скоростей. В общем, сегодня человека сделано. Только работать. Спецтехнику приобрели по программе модернизации объектов теплоэнергетики. На эти цели в 2019 году из бюджета Республики Крым выделили почти 50 миллионов рублей. Поздравляю, как говорится, не гладене в жизни. Спасибо огромное. Успехов в работе. Оправдаем. Сегодня ключи от спецтехники водителям вручил заместитель министра ЖКХ Энвер Аплайф и руководитель предприятия «Крымтеплокоммунэнерго» Виктор Дойчев. Износ сетей достаточно большой. Устранение аварийных ситуаций – это самое основное. И, конечно же, те программы, которые стоят перед предприятием по замене сетей, эта техника очень необходима. Это наша последовательная работа. Мы в том году вручали порядка 12 единиц. Сегодня 10 единиц техники приобретено. В этом году порядка 25 миллионов также будет выделено на модернизацию. Техника появит в города и районы Республики Крым для того, чтобы мы смогли более качественно подавать услугу теплооснабжения. Готовится в межотопительный период. То есть это тот минимальный необходимый набор техники, который позволит нам планово и без каких-либо проблем подходить к теплооснабжению населения Республики Крым. Водители получили ключи, уже готовы выезжать на ремонт теплотрассы, замену котлов и бойлеров, чтобы обеспечить жители Республики теплом и горячей водой. София Шукурова, Виталий Голубев, телеканал Миллет.